Надежда У тебя сила, Господь, и у тебя власть Столько слов великих людей, правителей этого мира, они прошли Но слова, которые ты принес в этот мир, оно до сих пор дает жизнь каждому Иисусу, кто верит в них Мы благословляем Твое имя в этот вечер, Господь Мы благодарим за Твое драгоценное святое присутствие, за то, что мы можем сегодня находиться и пребывать в нем, Господь Мы величаем и славим Тебя, потому что Ты истинный источник жизни, Господь Ты истинный источник творчества, Ты истинный источник, и от Тебя приходят идеи для бизнеса, для всего, Господь, в нашей жизни Всякий, кто верует, Господь, будет видеть славу Твою в своей жизни Мы благословляем Твое имя, Господь Мы благословляем друг друга, Отец, Твоим именем Во имя Иисуса Христа И Божий народ скажет Аминь Бог благ, Аминь Огромное-огромное спасибо команде прославления, Карен Драгоценные Вы просто красавчики Вы просто лучшие, я бы сказал И не постыжусь этого слова Можно говорить, конечно, как проповеднику Можно говорить, что-то у меня, ребята Монитор ушной не работает Найдите связь между мной и ухом, пожалуйста Но еще говорю вам, как музыкант, замечательно Очень-очень приятны ваши песни Которые вы просто рождаются в вас, через вас Я верю, что просто Господь кладет в ваши сердца это все Мы переживаем, мы чувствуем Мы переживаем Бога во всем этом Слава Богу Дорогая церковь Молодежь, можно присаживаться Вы еще как, не устали? Полны сил? Мне как бы петь, а связи нету Не знаю, появится она, не появится Ну ладно В жизни всякое бывает Придется, может быть, и так петь Тогда, не знаю Мы дети одной любви Хотел исполнить песню Вы знаете, в свете того, что сегодня происходит в мире Я, честно говоря, вот только сейчас узнал Что произошел в Токгольме теракт Дьявол, он изначально хочет посеять раздор Сперва он посеял раздор между Богом и человеком И сейчас он хочет сеять раздор между людьми Чтобы люди, которые как-то были причастны Или родные, их близкие были причастны к этому теракту Они теряли веру в любовь Чтобы в их сердцах поселялось огорчение, злость и ненависть И поэтому церковь, на мой взгляд, друзья Сегодня, когда во всем мире Большой-большой дефицит любви Остается единственным источником Для этого мира Где должна быть и жить любовь Я в это верю Я в это верю И сегодня именно об этом я буду проповедовать И я буду проповедовать проповедь Которая будет называться Быть в единстве с Богом И быть в единстве друг с другом Потому что без любви мы ничего не можем сделать в этом мире Люди ищут любовь Вы помните движение хиппи, да? Нет войне, любовь, цветы и все такое Потому что сердце человеческое, оно хочет, чтобы его Человек хочет, чтобы его любили И человек способен любить И способен отдавать любовь Но когда любовь предается Когда кто-то противостоит против твоей любви Мы очень часто закрываемся Закрываемся внутри себя Но я верю в то Что Бог дает нам способность Заново раскрыться И не боясь Даже тем, кто ненавидит нас Говорит, что ты их любишь И благословляешь Это наше призвание Это наше предназначение И в этом, дорогие, наша сила Такой замечательный вечер Я вообще очень благодарен Анастасии, которая такой прям Интересный экскурс сделала Вы знаете, я хотел так даже спросить Почему картины того или другого художника Стоят очень дорого А другого художника стоят не очень дорого В принципе, один кусок холста и те же краски Правда? Ну так или нет? Но знаете, в чем ценность в имени? Давайте позволим Богу Писать нашу жизнь Ему, как художнику, писать в нашей жизни Потому что именно тогда Наша жизнь, она будет иметь ценность Хочется, конечно Писать такие картины, чтобы они продавались Сотни тысяч, миллионы, кто художники, да? Но Ван Гог за свою жизнь не продал ни одной картины Одну картину брат его продал Через свой салон Он продавал живопись Ван Гог не продал при жизни ни одной картины Но сегодня его картины стоят миллионы И хочется понять также Вот где вот этот балласт Чтобы уже не после жизни Твои картины стоили миллионы Но еще как-то и при жизни пожить, правда? Мы дети одной любви Спасибо, ребята, есть контакт Мы дети одной любви Хочу исполнить для вас несколько песен И буду делиться словом Ты говоришь, что этот мир устал от боли Ты говоришь, что нету в нем для нас врача А может это мы Лишь мы с тобой В нем разучились прощать Когда в последний раз смотрели мы На звезды Давно уже живем по стрелкам на часах А может быть, давай Друг другу просто Опять посмотрим в глаза Мы дети одной любви И нет любви иной Мы дети одной мечты Огромной неземной Мы дети одной страны Нам не найти другой Нам не найти другой Мы звуки одной струны Ты говоришь, что в этом мире Ты говоришь, что в этом мире все так сложно Гораздо проще ненавидеть, чем любить А если божий сын Однажды тоже Друг друг не сумел Друг не сумел нас простить Давай звучать аккордами Пусть музыку любви услышит этот мир Давай светить со звездами Пусть яркий свет с небес Увидит этот мир Мы дети одной любви И нет любви иной Мы дети одной мечты Огромной неземной Мы дети одной страны Нам не найти другой Мы звуки одной Одной струны Чёрные и белые Мы богатые и бедные Мы все такие разные Но всё равно прекрасные Жёлтые и красные Слабые и сильные Мы все такие разные Но всё равно красивые Мы дети одной любви Мы дети одной мечты Мы дети одной страны Мы звуки одной струны О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Мечта, цвета неба у тебя, в душах. Громкие слова для тебя всегда имели цену. Мира, мира, жизнь не смогли украсть твою надежду. Боль, так боль, любовь, так значит все, все за любовь. Ты не такой, как все. Быть или не быть, каждый сам решает гореть и греть. Сердце выбирают, небеса растут от нас, их не подгубить. Мы выбираем жить, мы выбираем быть. Ты не одинок, видит Бог, и Он все понимает. В десяти дорог, Он есть в пути, ты об этом знаешь. Боль, боль, вся любовь к Голгофскому кресту, Вся веру и мечту. Быть или не быть, каждый сам решает гореть и греть. Сердце выбирают, небеса растут от нас, их не подгубить. Мы выбираем жить, мы выбираем быть. Быть или не быть, каждый сам решает гореть и греть. Сердце выбирают, небеса растут от нас, их не подгубить. Быть или не быть, каждый сам решает гореть и греть. Сын, небеса растут от нас, их не подгубить. Молодец! Сын, небеса растут от нас, их не подгубить. Сын, небеса растут от нас, их не подгубить. Быть или не быть, каждый сам решает гореть и греть. Сердце выбирают, небеса растут от нас, их не подгубить. Мы выбираем жить, мы выбираем быть. Быть или не быть, каждый сам решает гореть и греть. Сердце выбирают, небеса растут от нас, их не подгубить. Мы выбираем жить, мы выбираем жить. Будьте теми, кем вы должны быть. Проживите свою жизнь, жизнь, которую вам дал Бог. Живите судьбой, которую Он вам предназначил. Смотрите на Него, взирайте на Него. Потому что сегодня мир, он плывет, плывет конкретно. В различных принципах, в различных философиях, в различных подходах. Я понимаю, в средние времена, женщина красивая, колдунья, на колу или на костер. Или в церковь, все. Выбора не было. Но сегодня множество религий, множество догм, множество различных учений. Прямо как во времена апостола Павла, когда он пришел в Афины и говорил, вижу, вы, афиняне, очень продвинутые, столько идолов, столько божеств у вас. Но я хочу вам проповедовать об одном, которого вы не знаете. Бог, который небо, землю сотворил, не нуждается в служении рук человеческих. И вот это все дальше. И что он близко говорит дальше каждому человеку. Что он от одной крови произвел весь род и определил границы, времена и все остальное. Если Бог это все продумал, что додумывать, дорогие мои, в свою жизнь? Наверное, надо просто понять его, познать его, в первую очередь, сердцем своим. Сегодня православная Русь и православные в мире, и, наверное, другие конфессии отмечают праздник Благовещения. Это когда ангел Божий явился девушке Марии и сказал, что она родит Сына Божьего. В Евангелии от Луки написана эта история. И Мария говорит, как это вообще произойдет, когда я мужа не знаю? И ангел ей говорит, Дух Божий сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемая тобою наречется Сыном Божьим. И в другом месте написано, что у Бога не останется бессильным ни одно слово. И знаете, что отвечает Мария? Когда ангел еще и засвидетел, вот и родственница твоя, Елизавета, она тоже забеременела. И знаете, что Мария говорит, я раба Божия, да будет мне по слову Бога. Да будет мне по слову Бога. Послушайте, дорогие мои, я верю в то, что молодежь, она ищет Бога. Я верю в то, что молодежь, как никто, находится в поиске своей жизненной какой-то позиции, в какой-то поиске своего жизненного пути. И многие из нас, они обращаются к Богу. Так было в моем возрасте, когда я был подростком. Я не понимал, кем мне быть. Я мечтал, мечтал быть тем, мечтал быть тем, мечтал стать вот этим. И где-то в глубине своего сердца, я в глубине своего сердца задавал Богу вопрос. Я искал Его. Вы знаете, что я верю в то, что Бог, Он отвечает молодежи. Бог дает мечту. Бог дает откровение. Бог дает видение. Поэтому пророк Иаиль и в книге Деяний повторяется, чтобы не было таких, знаете, как никакой дискриминации между духовными братьями, и что старцы будут видеть видение, и юноши будут что? В разумляться основе, и будут пророчествовать. И неважно от возраста, когда в нас живет Дух Божий, Он использует нас. Присутствие Божие, которое Бог дал каждому из нас, то есть помазание Духа Святого, это твой секрет. Это твой уникальный секрет сегодня в этом мире. Все ищут силы. Даже мой Леон приходит из садика. Папа, это камень силы. У нас во дворе столько камней, что мы вообще просто пропитаны силой тогда должны быть. Люди ищут мистики, сверхъестественные, но у нас здесь помазание. Очень яркий, интересный пример, который Бог мне показал. Когда Давида помазали на царство, помазание быть царем сошло на него. И когда Саулу было очень плохо, нашли юношу, который умеет хорошо играть, это был Давид. Характеристика Давида 1 царств 16 глава. Я буду так быстро по памяти проповедовать, вы запоминайте или записывайте, что он был хорошо умеющий играть, видный собой, красивый, умный, смелый. И Господь написано был с ним. И Господь написано был с ним. И вот то помазание, которое было на этом микрофоне, и вот оно сейчас появилось. Вы знаете, это помазание, оно наполняло все сферы жизни Давида. Послушайте сейчас меня внимательно. Когда нужно было писать песню, когда он испытывал благодать и трепет пред Богом, и писал песню, помазание, которое было на нем, писало через него эти пророческие песни. Когда нужно было выйти против Голиафа, помазание уже было на нем. И он вышел с силой Божьего помазания и одолел Голиафа. Когда нужно было вести войны Божьи, он вел их разумно, потому что помазание Божие было на нем. Он не бегал каждый раз во время какой-то проблемы, либо надо было что-то срочно решить пророку Самуилу или еще какому-то пророку Нафану. И говорил, слушай, помажь меня еще один раз. Вот мне нужно выйти на войну против Амаликитян. Дай мне еще один раз помазание. Нет! То помазание, которое он принял, оно было на всей его жизни, на всех сферах его жизни. Этого было достаточно. Вы слышите меня? Этого было драгоценное достаточно. Но Давид точно так же, как и Мария, он сказал, я раб Божий, да будет мне по слову Господнему. Да будет мне по слову Божьему. Будьте в единстве с Богом. А быть в единстве с Богом – это быть в единстве с Его Словом. Это быть в единстве с Его обетованием. Сейчас я уже, пожалуй, возьму конспект, а вы, если у вас есть Библия или в гаджетах, откройте, пожалуйста, книгу чисел, 13-ю главу. Многие наверняка из вас знают эту историю, когда Моисей отправил 12 заглядатаев, чтобы они пошли и осмотрели землю обетованную. Знаете эту историю ведь, правильно? Аминь, скажите, если знаете. Аминь. И вот знаете, что эти заглядатые находились в этой земле 40 дней. 40 дней они там находились, осматривали. И Моисей им сказал, так как это было время, в то время собирания плодов, Моисей им сказал, будьте смелыми и принесите произрастание той земли. И вот они принесли плоды той земли. И когда они пришли перед обществом Израилем, они начали рассказывать о том, что на этой земле находится. И вот народ говорит, что произрастание, все шикарно, все супер, все клево, ну просто земля, благодать, благословение. Нам бы туда войти. Амалик живет на южной части. Это 30 стих. Хитеи, Евусеи. Амареи живут на горе, Хананееи живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, потому что... Так. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо Он сильнее вас, нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилями, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра. Есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И были мы в глазах наших пред ними, как саранча. Такими мы были в глазах их. Я обратил внимание, и я знаю, что когда Бог начинает что-то делать в нашей жизни, всегда есть несоответствие того, где ты находишься, и того, что Он говорит для тебя, говорит тебе сделать. Мария говорит, я мужа, не знаю, как это вообще произойдет. Несоответствие, 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 но будет мне по слову Господнему, ибо я раба Господня. И Мария верой приняла то, для чего она была рождена и пришла в этот мир. И вот эти соглядатые, двенадцать человек, двое говорят, Иисус Навин и Халев говорят, мы одолеем, мы завоюем. У десяти была болезнь, мотофобия. Они боялись нового, они привыкли в Египте. И более того, они пошли и распускали еще худую молву среди людей. И люди, которые видели чудеса Божие, видели знамения Божие, они начали роптать против Моисея, против Иисуса Навина, Халева, и начали говорить, давайте выберем себе каких-нибудь вождей, которые отвезут нас, отведут нас назад в Египет. Тогда Иисус Навин говорит, только против Бога, дорогие, не грешите. Не грешите. Это четырнадцатая глава. Восьмой стих. Если Господь милостив, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед, только против Господа, не восставайте. Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало. А с нами Господь. Не бойтесь их. С нами Господь. Не бойтесь их. Если Бог дал тебе откровение, дал мечту, я уверен, Он будет тебе говорить, да, она больше, чем ты. Да, несоответствие между твоим сегодняшним положением и там, где я хочу видеть тебя. Несоответствие. Алексей вчера проповедовал о Гидеоне. Бог Гидеону сказал, не бойся, я буду с тобой. Иди, говорит, с этой силой, не бойся. И очень многим людям, которых Бог призывал и посылал, Он говорил, не бойтесь, я буду с вами. И почему бы им не пойти и не завоевать эту землю, которую им обещал Бог. И вы знаете, десять человек, они говорили против, а двое стояли в вере. Двое стояли в вере. И отсюда я могу сказать, дорогие мои, что правда не всегда на стороне большинства. Вы слышите? Правда не всегда на стороне большинства. И в твоей жизни, в твоей творческой жизни, в твоей личной жизни, в твоей судьбе будут обстоятельства, когда против тебя могут выступать сотни, может быть, десятки людей. Но это не означает, что они будут стопроцентно правы. Если тебе дал Бог обетование, если ты говоришь, я раб Божий, я стою на этом слове, да будет мне по слову твоему, не бойся, иди и делай. Не бойся, иди и делай. Здесь есть замечательные мои друзья из Белоруссии, из Кобрина. Вы знаете, вот здесь девушка из Касси, ее папа, мы с ним уже дружим больше двадцати лет. Ее бабушка, когда мы еще были новообращенными из группы Новый Иерусалим ребятами, мы даже Новым Иерусалимом не были. Мы приезжали все в серьгах волосатые, она была уже, не знаю там, в пятом, наверное, поколении, или в четвертом поколении верующие, они омывали ноги. Вот она нам свидетельство проповедовала, обличала, что серьги надо снять, это надо постричь. И все вот это, вот и все вот эти дела. И вот папа Кассий Георгий, с которым мы очень дружим, человек, который повлиял на жизнь группы Новый Иерусалим, как-то мы с ним разуждали вот об этом. И он сказал, цитируя вот это место Священного Писания, вы знаете, что дальше произойдет, да? Бог с чувством юмора скажет Моисею, и Иисусу Новому Иерусалиму говорит, они десять раз уже искушали меня, десять раз искушали меня, говорит. И поэтому, как сорок дней они были, говорит, там в разведке, в земле Ханаанской, так будут сорок лет, год за день ходить по пустыне, пока не умрут. И Георгий говорит, Бога балласт не интересует. Жестко, правда? В Библии, конечно, об этом не написано, но следуя из логики и размышления, что они там вымерли, наверняка Бога балласт не интересует. А более того, то откровение, которое я имею, изучая это место Священного Писания и на котором строю свою жизнь, Бог делает ставку не на тех, кто уходит, а на тех, кто остается. Вы слышите? Бог делает ставку не на тех, кто уходит, а на тех, кто остается. И Господь сказал, вот эти ребята, они войдут. И дети ваши, которые вы вымрете, но ваши дети, они войдут в эту землю Ханаанскую, и они увидят ее и будут жить в ней. Я помню, когда меня пригласили снимать видеоклип на песню «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты подольше...» Ну и там все развитие. «Ну что, война для соловья у соловья...» И все вот эти вот трели и пения... И когда я дал согласие Первому каналу Беларуси, что я хочу исполнить эту песню, зная, что видеоклип будет идти на юбилей победы, на День независимости нашей страны, я сказал, я буду сниматься. Но были те, даже из моего близкого окружения, из моих друзей, которые говорили мне, ты свои уста отдаешь исполнять нечестивую песню. Я приходил домой и размышлял ветераны, которые проливали кровь, чтобы сегодня я и мои друзья могли верить в Бога, ходить в церковь, жить в мире. И что я такой святой, святой, что мне что, тяжело для них спеть песню, которая поддерживала их во время войны там, на поле боя? Если Иисусу не было тяжело спуститься в грешный мир, оставив все и прийти к нам, то неужели мне тяжело снизойти до этих людей? Я сказал, нет. У меня был конфликт, я снялся в этом видеоклипе, его до сих пор показывают по телевидению в Беларуси на День Победы, на День независимости. И когда мы ехали с ребятами в тур, призван быть первым, я Алексей Нальчик вспоминаю, и мы приезжаем в город, а у нас нет концертной площадки, нам негде выступать. Я не знаю, кто из ребят, Алексей там или еще кто-то, взяли этот видеоклип, пошли к директору городского парка культуры, и говорят, у нас вот тут есть один известный артист из Беларуси, они мне уже погоны сразу повесили, народный, и показали клип, ну я правда не народный, я международный, и показали клип на песню... Спасибо большое! Вся слава Господу! Знаете, Бог возвышает и Бог принижает всему свое время. И показали клип директору парка. И знаете, настолько сильно его коснулся этот видеоклип, кто-то из его родных воевал, и вот настолько он проникся, настолько был тронут этим видеоклипом, что он сказал, делайте концерт, концертная площадка и парк для вас бесплатно. Наше творчество, то что ты делаешь, может быть оно может быть сегодня и будет кем-то непонято, или может быть будет где-то в конфликте и в критике, но если тебе сказал это делать Бог, продолжай и делай. Многие люди не понимали, что делает Иисус и почему все вот это происходит. Он говорил, когда случится все, придет время, потом поймете. Потом поймете. Я верю в то, что Дух Святой, Он вкладывает в нас и желание, и хотение, и действие. Поэтому, если ты получил что-то от Бога, двигайся вперед, не останавливайся, не останавливайся. Будьте людьми веры, будьте теми, кто держится за слово Божие. Будь в единстве, будь в единстве со словом Бога, и будь в единстве с такими, как ты сам, которые верят в Бога, которые двигаются с Богом, которые не боятся критики и идут вперед, и идут вперед. Именно такие люди, как сегодня говорил, замечательно проповедовал. Просто я уже после Дмитрия не понимал, стоит ли мне вообще выходить. «Надо выйти, лучше три песни спеть», потому что он все реально сказал. Он все реально сказал. Замечательный дар, замечательный талант и отец тоже. Я прямо местами обличения слушал. У меня Леон, он такой, знаете, он мультик «Тарзан», посмотрел все. Он «Тарзан», неважно, три утра, четыре утра, неважно, многоподъездный дом, приехали ли мы куда-нибудь в частный сектор, где люди спят. Если он проснулся, он «Тарзан»… И мне приходится ему иногда прикрывать рот, иногда за ухо оттягивать, а иногда намекать. Я говорю, скоро мы, сын, будем с тобой, чтобы папе не было стыдно в общественных местах языком жестов общаться. Сегодня мы вспоминали монахов, которые давали обет молчания, и чтобы друг друга понимать, в общем-то, язык немых людей, он и возник, потому что его возник из того, что его монахи придумали. Опять же верующие, опять же творческий, креативный подход. У них там была фраза, когда я хочу пить, например, они что-то там показывали, но рот не открывали, молчали, они вот жестами объяснялись. Замечательное было слово. И знаете, я хочу сказать вам, дорогие, будьте в единстве с Богом. Будьте в единстве друг с другом. Будьте в единстве со своей церковью. Аминь. Также я хочу сказать, друзья, будьте, знаете, в чем? Будьте в поклонении. Будьте в поклонении. Потому что я верю в то, что единство, оно всегда приводит нас к тому, когда мы вместе можем поклоняться Богу. Я посещаю Баптистскую церковь. Я до сегодняшнего дня старейшина Баптистской церкви. И я очень люблю свою церковь, потому что я люблю слово, которое там звучит. И, ну, когда я бываю в различных, знаете, деноминациях, и меня спрашивают, а ты чьих-то будешь? Хочется сразу анекдот рассказать. Да я всякий. А это что значит, брат? Ну, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, знаете. Мы настолько привыкли друг к другу вешать ярлыки и друг к другу вешать клише, что вот у них Бог не действует, у нас-то Бог ого-го как действует. И именно мы возглавим пробуждение, а они просто будут работать. Но чтобы пробуждение пришло, нам нужно единство и нам нужна любовь. Нам не нужно вешать друг к другу клише и ярлыки, потому что когда у нас будет единство, будет любовь, мы сможем спокойно поклоняться Богу, и Бог будет делать сам очень многие вещи. Книга Деяний, 16 глава, 25 стих. Павел и Сила сидят в темнице, ноги заковали в кандалы. И знаете, в этой тяжелой ситуации можно было бы просто скорбеть, роптать, жаловаться на жизнь, плакаться и говорить, Господи, ну ради Евангелия, ну вот почему же мы пострадали? Ведь сегодня так не модно страдать христианам. Сегодня не модно страдать христианам. Потому что если ты вдруг страдаешь, даже за добро или за добродетель, то тебе иногда кажется, что это не благословение. Это не благословение. Но Слово Божие говорит, а Папа берет и очищает всякую ветвь. Просто берет и очищает. Вот я сейчас виноградную лозу дома подготавливал, и у меня там соседи просили, потому что у меня хороший сорт. И я секатором чпок, 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 все мертвые веточки. Они не нужны. Балласт Бога не интересует. Бог делает ставку на тех, кто остается, на тех, кто приносит плод. Плод, пусть маленький, пусть маленький, но плод. И Слово Божие говорит в Деяниях, в 16 главе, в 25 стихе, Павел и Сила сидели и воспевали Богу, и узники, написано, они слушали их. Они слушали их. И не было такого между Павлом и Силой. Сила, ты какую синагогу посещал? Вот я вот там, на окраине, там, у Иерусалима. А ты, Павел, а у вас этот гимн пели? Не, не пели. Ну, тогда и я петь не буду. Нет. Они вместе служили. Они вместе страдали. Они вместе поклонялись. И Слово Божие говорит, пришел ангел, случилось землетрясение. И не только у Павла и Силы, вы слышите, узы ослабли, но и у всех узников, которые слышали их, слушали их. Когда церковь в единстве, когда церковь и христиане любят друг друга, поклоняются, когда Богу вместе, узы рабства будут падать. И это будет делать Бог. Аллилуйя. Это будет делать Бог. Потому что в единстве наша сила. Я сегодня вижу, как многие проекты в моей стране могли бы произойти и случиться. Даже проблема не в том, что может быть тяжело где-то разрешение получить от властей. Если власти знают, что мы друг с другом грыземся, зачем нам разрешение давать? Чтоб мы публично грызлись или публично делали дело Божие совместно, вместе. И я вижу, что даже проблема не в деньгах, потому что приезжают иногда миссионеры и хотят привезти известных там исполнителей, проповедников. И люди, если вот эти будут там участвовать, то мы участвовать не будем. Абсурд какой-то. Абсурд какой-то. За что сражаемся? За что держимся? Сегодня в Европе церкви закрываются. Церкви закрываются. Мы должны показать миру единство и любовь. Из этого узнают, говорит Иисус, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. И место еще одного священного писания, которое я хотел бы, друзья, сейчас с вами, перед тем, как мы будем молиться, поделиться, это Евангелие от Иоанна, 17 глава. 21-23 стих. Вот что говорит Иисус, да будут все едино, как ты, Отец, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. И тут Он говорит, да уверует мир. Да уверует мир, что ты послал меня. И 23 стих. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино. Да будут совершены воедино. И да познает, говорит Иисус, мир, что ты послал меня. Что ты послал меня. Да познает мир, да уверует мир, если мы будем едины. Мы нужны друг другу, несмотря на то, что мы такие разные. В музыкальной индустрии артист не каждый может написать песню. Ему нужен композитор. Но не каждый композитор может исполнить песню. Не каждый артист может выстроить грамотный менеджмент план и маркетинг, продвижение. Ему нужен другой человек, как продюсер или как менеджер, который поможет ему в этом состояться. Не каждый художник может успешно продавать картины. Есть люди, которые знают, как это хорошо делать. Поэтому Слово Божие говорит, что Бог поставил одних апостолами, пророками для совершения святых. Чтобы мы созидали друг друга. Чтобы мы созидали друг друга. Мы сегодня живем в мире, где одиночки, одиночки, они не смогут без командной работы, без людей, которые горят одной и той же целью, что-то сделать. Александр Македонский построил величайшую империю, завоевал множество-множество стран. И когда ему задавали вопрос, когда вы умрете, что будет со всем этим, он говорит, будет преемник. А преемника не было. Его друзья просто порвали, разделили на части, поделили все, что он строил, все, что он созидал, все, что он завоевывал. Поэтому мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу для того, чтобы строить вместе. И когда кто-то устает, появляется тот, кто становится рядом и поддерживает. Иисус говорит, да уверует мир, мир, что ты послал меня. И да познает мир, что ты послал меня. В единстве сила. Любовь. Это то, что церковь может сегодня предложить этому миру. Вы знаете, я очень люблю своего сына Леона. Я очень люблю его. И я смотрю на его жизнь. Я понимаю, что могло быть в его жизни. И то, что он имеет сегодня, это любовь. Любовь, которую он получает в нашей семье. Любовь, которая изливается от мамы. Любовь, которая изливается от меня, от его старшей сестры. Каждому человеку нужна любовь. И Бог пришел в этот мир, чтобы сказать каждому из нас, «Я люблю вас. Я люблю вас. Очень талантливых. Менее талантливых. Вы дороги мне. Получил ты сегодня двойку, неважно. Ты по-прежнему мой сын. Я люблю тебя. Был сегодня у тебя успех, или ты сегодня совершил ошибку? Иди ко мне. Я люблю тебя. Любовь. Это то, что мы должны дать этому миру. И показать этому миру единство. Мы все разные. Мы все не похожи друг на друга. Но мы нужны друг другу. Потому что Божий дизайн, Божий план, идея Божьей гармонии, чтобы мы, будучи разными, делали этот мир красивыми. Как пазлсы собираются в одну картину. Я верю в это. И поэтому, когда меня приглашает Слово Жизни, я с удовольствием еду в Слово Жизни. Когда меня приглашают куда-нибудь ехать, на Дальний Восток, какая-нибудь очень консервативная, очень маленькая или баптистская, или очень консервативная, пятидесятническая церковь, и просят, чтобы я исполнил прям семь медленных песен. Я еду и служу. И пою. Семь медленных песен. Пусть им будет хорошо. Я не строил то, что начали, и построили они. Мне никто не давал права это разрушать. Бог строит свою церковь, и Он Сам подкорректирует, кого надо, кого не надо, еще лучше подкорректирует. Кому-то шапочку поправит, кому-то китель снимет. Сам знает, что и как сделать в свое время. Аминь. Давайте помолимся. Я верю в то, что Отец, я верю в то, что мы то поколение, которое способно разрушить всякие стереотипы, которое способно принести любовь через творчество, через искусство, через танец, через дизайн, через служение, через благотворительность этому миру, который уже не верит в любовь. Но мы верим в нее, Господь. Мы верим, что Ты реален. И именно то, что Ты любишь нас, и сделал наши сердца способными любить и отдавать эту любовь, это дает нам право надеяться, что мы способны что-то принести в этот мир, единство и любовь. Разрушь, Господь, всякую лень, разрушь всякое несогласие среди Твоего народа, Господь. Даруй нам единство, даруй нам любовь и уверует мир, что Ты послан Отцом и допознает мир, что Ты Сын Божий. И Божий народ скажет Аминь. Будьте благословенны, дорогая молодежь. Люблю вас. Обнимаю всех вас. Я уверен, что в вас загрузили здесь столько хорошей и полезной информации, что вам не надо ехать ни на какие бизнес-курсы и платить деньги. Здесь просто что не спикер, то просто вот просто кладет и все. Будьте благословенны, дорогие. Алексей, я очень благодарен, что знаю тебя много-много-много лет. Я очень благодарен всей твоей команде. Девчонкам, мальчишкам, для видео, братья, простите, сестрам и братьям Христовым, каковыми они являются на самом деле. Но я также верю в простое христианство, что мы можем друг друга похлопать по плечу, что мы можем друг другу принести на день рождения в Сити 50 бегающих живых цыплят и выпустить, когда друг тортик на кухне нарезает. Потому что я верю в то, что Бог тоже обладает чувством юмора. Поэтому столько много разных народов и китайцы, евреи, китайцы смеются над израильскими евреями и говорят, вы не евреи, потому что у вас глаза большие. Так устроена эта жизнь, мы разные, но мы все дети Божьи, дети одной любви. Будьте благословенны. АПЛОДИСМЕНТЫ